Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору Мишли. Это притчи царя Соломона. Был перерыв, меня три дня не было. Был я Максим Шалом Бодертов, был я в Москве. Проводил я в Москве тренинг «Профессиональный оратор». Обучал людей, как выступать. Как выступать публично. Яков Шатадин, Шалом. Так. Хорошо. Если, кстати... Хорошо, все. Двигаемся дальше. Итак, значит, мы находимся на восьмой главе. Восьмая глава. В конце уже, по-моему, мы закончили в прошлый раз на 28-ом отрывке. То есть идет перечисление с 20... С 22-го отрывка. И вот до 28-го мы дошли, когда говорится Тора, как бы она... То есть царь Соломон объясняет, что такое Тора. И объясняет важность Торы. И объясняет, что Тора это как... Как чертеж, не чертеж. Вот, например. Вот, например. Вот я говорю слова. Вот, например. Что это такое слово? Вот, например. Это нити звуки, которые у каждого в голове превращаются в понятные какие-то символы. Вот, например. Теперь Тора это та мысль, та идея, та исходящая некая информация, которая исходит от Бога, от Создателя Мироздания, которая превращается потом в Мироздание. Понятно? То есть Тора это не просто разговоры, рассказы и так далее. То есть Тора это то, что исходит от Бога и то, что потом превращается в Мироздание. И тут это очень важно понять на одном примере, очень простой пример. Вот смотрите. Я где-то прочитал, что одно из логических доказательств существования Бога заключается в следующем. Что во всем, во всем, что произведено, да, во всем существующем, есть тот, кто это произвел. И он отличается от того, что произведено. То есть есть пробочка, а ее произвел станок. Станок металлический. Значит, станок произвел человек. Человек, он из мяса. Человек произошел из клеточки. Одной клеточки, капелька такая. Яйцеклетка там непонятно. Яйцеклетка произошла из еще чего-то. А то произошло еще из чего-то. То есть то, из чего оно произошло, не является тем, то есть оно является другим. Теперь получается, из этого следует, что если есть пространство, значит есть тот, кто вне пространства. То есть пространство произошло из чего-то, что пространство вне является. Время произошло из того, что временем не является. То есть если есть время, значит есть тот, кто вне времени. Если есть мироздание, значит есть тот, кто его произвел вне мироздания. И он не является мирозданием. То есть то, что производит, не является тем, что произведено. Понятная идея? Теперь, значит, это одно из таких логических доказательств Бога. Так вот, если мы возьмем Бог вне пространства, вне времени, вне мироздания, даже вне энергии, то есть он из него происходит, все это, все перечисленное происходит из Бога, то Тора это первичная исходящая, назовем это своим языком, информация, которая происходит из того, кто Бог, который вне времени, вне пространства, вне энергии, который источник всего. Понятно, да? Теперь, и тут дальше рассказывалось нам с 22-го отрывка, вот мы дошли до 28-го, как история разворачивалась все мироздание. И в 28-м отрывок написано так. Значит, когда он утверждал облака, как бы, да, то есть есть вода, которая на небе, грубо говоря, да, облака, это очень удивительно, летишь в самолете, и такие прямо облака, такие они, можно над облаками лететь, можно под облаками лететь, можно в облаке лететь. А есть та же самая вода, только она на земле, а есть та же самая вода, только она под землей. И там, говорят, под землей целый мировой еще один океан под землей. То есть, есть мировой океан, который на земле, а есть мировой океан, который на глубине, под землей. То, что называется в безднах. Вот то, что здесь написано, что укреплял источники бездны. То есть, там в безднах есть еще целый мировой океан. Можете погуглить. Ученые там на какой-то супер глубине, там 100 километров, обнаружили в воды столько, что вообще. То есть, в земле есть такая прослойка воды еще. Мировой подземный океан такой, да? Теперь дальше. И все это работает, и в космос не улетает. Почему оно в космос не улетает? А так Бог установил, не улетает оно в космос. Потому что могла бы, представляете, земля летит, крутится. Могла бы вода с нее расплескаться? Могла, но не расплескивается. Все. И в подземлю не уходит, и на небо не уходит. Все продуманное. Теперь дальше. Двадцать девятый отрывок. Переводится так. Когда он устанавливал морям законы, то есть оказывается нет Нептуна. Вот сейчас, может быть, вы удивитесь, но Нептуна нет. Просто вот здесь написано, что Бог установил морю свои законы. Умаем, написано, и воды. Ло, я, вру, пив, бехуко. И воды, они не могут, они перейти приказ Бога по его законам, когда полагал основание земли. Бехуко, моздей, арец. Когда он устанавливал, устанавливал вот эти все законы мироздания. Но, вот тут можно было бы впасть в ошибку. Были такие греческие философы, они говорят, да, ну, понятное дело, ну, не может у мира не быть создателя. Ну, не может не быть создателя. Есть создатель. Но он все создал. А потом, когда он все создал, дальше все разворачивается на автомате. Это есть статьи, которые верят в Бога, как в первопричину. Это был такой Эйнштейн. Эйнштейн, он тоже верил в Бога, как в первопричину. И он говорил, я верю в Бога, как в первопричину. Но чтобы Бог хотел что-то, чтобы были заповеди, такое не верю. Эйнштейн говорил. Как в первопричину верю, верю в мироздание, все. Ну, наверное, кто-то есть высший разум. Не может оно быть, ну, вот неразумным таким, да. То есть, оно разумно все устроено, говорил Эйнштейн. А вот что он влазит, не верю. А мы знаем, что да. Откуда мы знаем? Есть книга Йоны. Книга Йоны, очень известная книга, в которой пророк Йона получил приказ от Бога, чтобы он шел в город Нинвы, сказать городу Нинвы, что все грехи города Нинвы накопились. И если они не уйдут от своих грехов, то есть если они не вернутся к законам Бога, как что такое добро, что такое зло, то Бог будет вынужден город Нинвы разрушить. И послал он пророка Йону, для того, чтобы пророк Йона это сказал. А пророк Йона, вот здесь показана суть человека, что человек, даже пророк, он может идти против Бога. Пророк Йона, он говорит, я не хочу идти и их возвращать к Богу. Почему? Он же был пророк, он знал, что они вернутся, а он этим самым знал, что это будет минус большой для евреев, которые часто, уже вот прямо в Торе написано, Бог им посылает пророков, 300 тысяч пророков, вернитесь к Богу, а они чаще всего что-то там не доделывают. В общем, пророк Йона решил, что он не будет ехать в город Нинвы, и он сел на корабль, а он сел на корабль и решил уплыть. Почему? Потому что пророчество было в земле Израиля, и он думал, что земля Израиля, это как ворота в небо, место повышенной духовности, и там Бог с ним разговаривает, а он думал, что за пределами Израиля, Бог не будет, про него забудет. Или как-то вот он так думал. И вон, вы знаете эту историю, выехали они в море, это почему я говорю, что Бог, он не просто сотворил законы мироздания, он ими постоянно управляет в режиме нон-стоп. И он тогда сделал так, что буря, начинается буря, причем буря, которая кружила этот корабль, именно на котором был Йона. И начали на корабле все, все, кто были на корабле, они начали приносить жертвы своим идолам, там, богам, каждый по-своему молился, кто-то медитировал, кто-то, кто-то там Джонни Спензу слушал, про квантовую реальность, но, значит, никому ничего не помогает. И Йон на себе лежал и лежал. Они ему говорят, а ты чего не молишься своим богам? Он говорит, это бог, создатель неба и земли, единый бог, я еврей, значит, это он все делает. Говорит, выбрасывайте меня за борт, и все утихнет. Это из-за меня вся эта история. Они говорят, хорошо, и выбросили его за борт. Значит, выбросили его за борт, все стихло, все стихло, а его проглотила рыба. Это известная история, огромная рыба. И эта рыба, пророка Йону, она в своем животе повозила по морю и выплюнула на побережье города Нинвы. Где-то она его туда выплюнула, в этот город Нинвы. И он понимает, что от бога не уплывешь. Он говорит, ладно. Пошел он по городу Нинвы и говорит, бог, бог, создатель неба и земли, единый бог, а он один, нет другого бога. Он сказал, что если вы не вернетесь, не сделаете тшиву, не раскаетесь в своем греховном поведении, значит, город будет уничтожен. И весь город, весь город, он вернулся к богу, и там они начали поститься и так далее. Это мы видим, интересно, интересно мы видим пересечение. Это же книга пророк Йона, это вся история была где-то там две с половиной тысячи лет назад, плюс-минус. А 1400 лет назад точно так же был такой человек, его звали Мухаммед. Мухаммед, его называют мусульмане, пророк Мухаммед. Он точно так же вышел с этим же месседжем к детям идолопоклонникам. В то время в Меке вот этот вот камень Кааба, который сейчас они там поклоняются, на нем стояли там десятки, сотни разных идолов, и они поклонялись каждому своему идолу. И он пришел и говорит, типа, вы что, убирайте идолов. Они выгнали его, там целая история. Всего их было 70 человек начала мусульманства. А сейчас мусульман в мире два миллиарда. Два миллиарда, которые верят в единого Бога, и которые полностью уничтожили и дали идолопоклонство, даже на всякий случай они, ну, то есть, переборчили малеха, да, то есть, они все, что, все, что даже близко похоже, они все это стирают. То есть, мы видим, что, да, мы видим, что пророк Йона зашел в Нинвы, и они сделали чуву. Но я эту сейчас историю сделали не чуву, раскаялись, и Нинвы был сохранен. В общем, кто хочет, почитает, почитает, пускай книгу пророка Йоны, и узнает, как там все это было. Здесь я это привел как иллюстрацию тому, что 29-й отрывок, когда Бог устанавливал законы мироздания, Он не просто установил и запустил все как автомат. Он постоянно здесь присутствует, и есть в каждом человеке божественная душа, которая является, как бы, по образу, подобию Бога, когда Бог создал человека, имеется в виду этот элемент. Бог вошел в человека, в виде души, и дал ему свободу выбора. То есть, получается, Бог создал мироздание, и он мирозданием управляет. Бог находится в человеке, в качестве души, и он имеет тоже ограниченное, ограниченное только Богом, влияние на свое мироздание. То есть, каждый человек творит свою судьбу и себя, и свой мини-мир у себя в голове. Каждый человек является творцом, и творить ему дает именно божественная, божественная вот эта вот сила. Например, ну, не бывает коровы, которая решила сменить пол. Ну, нету ни одной коровы, которая вдруг задумалась, вот я корова, что же не быком родилась, надо было мне быком родиться, да? А человек, он может до такого додуматься, да, себе придумать, пол мне надо сменить. Другой человек может, ну, люди придумывают себе страшные, ну, кто-то страшный, кто-то веселый, кто-то какие-то. Это все вот это качество творения, которое есть в человеке от Бога. Именно это то, что имеется в виду, когда Бог сказал, наасе это Адам, сделаем человека, он сказал, сделаем человека с человеком. Понятно, да? Дальше, 30-й отрывок, давайте сегодня мы закончим эту главу, 30-й отрывок. Переводится этот отрывок так. И была, это как бы, была или и буду, это слово у него, у Бога, я питомицей. Питомица, Амон, это как, это как усыновленный, то есть здесь очень, почему используется слово усыновленная? Как Тора у Бога была усыновленная. Что значит Тора у Бога усыновленная? И почему Бог называет, например, сыновья вы для Бога всесильного вашего, да? То есть это как Бог называет, еврейский народ, он говорит, сыновья вы для Бога всесильного вашего. Потому что кто такой сын? Здесь говорится, что усыновленный, это тот, кто, тот, кто признает того, кто его усыновил, своим отцом. То есть когда ты признаешь Тору, и ты говоришь, принимаешь ее, говоришь, вот есть Бог, вот есть Тора, и я слушаюсь Бога, то это как будто бы Бог тебя усыновил. Потому что Бога же не может быть детей, как, ну, как в физическом плане. Понятно, да? Значит, и говорится здесь так, что была я у него усыновленной, и была радостью каждый день, веселясь перед ним, во всякое время. То есть что мы можем сказать про Бога? Что Бог, он не, ну, когда мы пытаемся понять Бога, очень, надо просто посмотреть на этот мир. И мы видим, что Бог, он в принципе, хотя опять же, вот тут Эйнштейн, кстати, я хочу привести еще раз Эйнштейна. Эйнштейн, очень, у него был один интересный, я читал историю, когда один журналист его спросил, какой самый главный вопрос, который есть для человека в жизни, для человека, для ученого, я читал разные версии этого вопроса. Эйнштейн задумался и говорит, главный вопрос для ученого, я читал, самое точное было, как бы, описание этого, он задал вопрос, для ученого, какой самый главный вопрос, потому что этот журналист приехал от научного какого-то издания. Эйнштейн ему сказал, что главный вопрос для ученого, это вселенная дружественная Или вселенная враждебная? Потому что если я рассматриваю вселенную как дружественную, тогда я вижу все в этом аспекте, в этом свете. Я буду искать возможности соединять, объединять и так далее. Если вселенная враждебная, тогда нужно защищаться, нужно строить стены и так далее. То есть он называл вселенной Бога, Бог мироздания. Но вот здесь написано, что Бог веселый и что Тора она веселая. И что в Торе, кстати, написано, за что придут на еврейский народ наказания. За то, что Ашерло Авата, не на народ, а на каждого. Тут написано в единственном числе. Написано так. Ашерло Авата эташем элокеха басимхат лев у быту в Аколю. За то, что ты не служил Богу всесильному твоему, басимхат лев с радостью в сердце у быту в Аколю. И когда у тебя было все хорошо. То есть просто соблюдать заповеди недостаточно, а надо служить в радости и ценить. Вот обычно человек, он обращается к Богу, когда плохо, он сразу, Господи, помоги, пожалуйста, там бежит, молится, все делает. А когда все хорошо, эх, есть известная история, как один был человек такой сидит бедный, у него ничего нету, такой прям бездомный. И его встречает его знакомый, ему говорит, слушай, говорит, у тебя такая тяжелая жизнь, давай, говорит, тебя возьму к себе на работу. А он, значит, знал, что по Торе помогать лучше всего дать работу. И он ему говорит, слушай, я тебе дам такую работу, ты едешь вот в то место, забираешь деньги, привозишь и часть денег забираешь себе. Тот берет, начал у него работать, привозит, деньги перевозит с одного места на другое, часть забирает себе, проходит год, он уже сидит, у него квартира, жена, он пьет дорогой там виски, выбивает стакан, говорит, ну почему в жизни такая несправедливость? А жена говорит, в смысле? Он говорит, ну что ему его часть отдаю? Тот, который возил. То есть человеку свойственно не ценить то, что у него есть, особенно, особенно, ну вот это свойственно. Поэтому, значит, здесь нам как раз на это тоже идет намек в 30-м отрывке, что Бог создал Тору, чтобы была у него усыновленной и была радостью каждый день веселять перед ним все время. 31-й отрывок. И она веселится на земле, то есть все мироздание создано по Торе, все мироздание создано по Торе, и она соединяет Бога с Бне Адам, с сыновьями человеческими. То есть, какая у тебя есть интерфейс общаться с Богом? То есть, если человеку, вот представьте, забери у человека все слова и все понимания, Бог, мироздание, человека, все эти слова. Если ты заберешь все вот эти слова, то не останется ничего, что связывает тебя с Богом. Поэтому Тора это то, что соединяет Бога с сынами человеческими. 32-й отрывок. Вэата Баним Шимули, говорит царь Соломон от имени Торы, от имени Бога, то есть, так как это все соединяется в одно целое. И он говорит, и теперь Баним, теперь сыновья, Шимули, послушайте меня, он говорит, послушайте меня. Вэ Аширы Драхай Ишмеру. И счастлив, он говорит, тот, кто пути мои сохраняет. Вот, я на этом, ну не успели, мы еще осталось два, еще даже четыре отрывка, в следующий завтра закончим. Вот этот отрывок я хочу, вот прям сегодня утром, он мне очень сильно помог. Вэата Баним, и теперь сыновья, Шимули, послушайте меня. Вэ Аширы и счастлив пути мои, которые сохраняет. У каждого человека есть некая картина мира, которую он держит у себя в голове. Свои цели, свои планы, отношения с другими людьми, какие-то старые события, которые уже были, но они постоянно догоняют человека в его сегодняшней реальности. Человек постоянно вспоминает то, что было с ним. Вот мы с женой выходим, например, из дома, и идем, и место, где она упала, спотнулась, ногу сломала. Я сразу в этом месте вспоминаю вот этот момент, то есть, и мне сразу, ну тогда я сильно переживал, и мне сейчас становится плохо. Я просто отследил это как бы эмоционально. То есть у человека голова, это набор, набор постоянно, как калейдоскоп такой, постоянно меняющихся каких-то раскадровок, который, если особенно человек в каком-то стрессе, а что такое он в стрессе, у него есть несколько каких-то мыслей или идей, которые его или пугают, или тревожат, или он там боится чего-то, или волнуется о чем-то. Это создает в мозге, создает стресс, и у него эти раскадровки, они, ну скажем так, такой окраски, тревожной окраски. Так, теперь, когда как раз утром молишься, есть время, когда ты молишься, ты это все каждое утро выстраиваешь, как оно должно быть выстроено. Есть личные просьбы к Богу, когда ты выстраиваешь тоже свои приоритеты, что такое личные просьбы к Богу. И вот здесь, в 32-м отрывке, как раз и есть вот эта вот модель, которую, если ты ее выстроил, так у тебя сразу все становится на свои места. Говорит он, и теперь, говорит, сыновья мои, шимули, послушайте меня, все есть, все же понятно. Мы же уже учили книгу Каэлит Экклезиаст. Сов давар, в конце концов, окольни шма, все понятно. Это элатим тира, бога бойся, митсватав шмор, заповеди соблюдай. Тизе коле адам, в этом весь человек. Нету другого у человека смысла и занятия, кроме кактора. Поэтому, когда ты идешь по путям Торы, тогда ты счастлив, и Тора тебя будет охранять от всех ошибок. Потому что в Торе есть четкий порядок приоритетов, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, что грех, что заповедь. И ты тогда, делая правильные вещи, все время чувствуешь, я с Богом, Бог со мной, все отлично. Все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодня занятия. Занятия, напишите, пожалуйста, свои выводы, структурируйте это, потому что голова это калейдоскоп, который стремится все время рассыпаться. А надо ее все время собирать в одно целое, в такое понятное, четкое и идти по путям Торы. Все, всем удачи, успехов и чтобы всем было весело. Потому что Бог сказал, надо веселиться, Тора веселая. Если где нет радости, написано, там нет божественного присутствия. Это прямо Бог, лично Бог сказал, что То есть божественное присутствие есть только в радости, такой есть отрывок. Радость показывает, что все хорошо. Все, радуйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова